Ну что, друзья, вот я и в своем домике, который пока у нас находится на этапе стройки, нахожусь сейчас в своем кабинете на втором этаже с прекрасным вот таким уже зеленым видом, с огромными окнами. Именно о таких окнах я всегда мечтала, когда хотела сидеть около окна, проводить эфиры и рисовать скетчи. Для лучшей наглядности восприятия помещения я вам покажу сейчас эскизы также. Встану вот в этот уголочек, чтобы показать помещение. Вот в той нише у нас будет стоять диван с картиной. Под вот этим прекрасным огромным окном будет стоять рабочий стол, на котором я буду рисовать свои эскизы и проводить свои прямые эфиры. Проводить прямые эфиры я буду с видом вот на эту прекрасную стену, которая будет отделана под дерево, имитацией бруса и выкрашена в красный цвет. Вот захотелось мне такого огня добавить в интерьер. Итак, это кабинет на втором этаже, мое рабочее, будущее рабочее пространство. Из кабинета мы двигаемся с вами дальше. Еще раз напомню, второй этаж рядом с кабинетом у нас располагается детская. Вот такое большое помещение, прямо тут даже эхо. Два окна. По бокам от этих окон будет у нас, сейчас я вам открою план, будут стоять шкафы, гардероб для хранения. Здесь у нас будет рабочее место. Так, итак, детская, вот она. Вот она детская на плане, пожалуйста, по бокам этот окон шкафы. Будет банкетка, рабочий стол будет стоять под вот этим окном. Здесь у нас будет стоять двухъярусная кроватка. Вот так мы смотрим, вот на плане это помещение. То есть большая-большая игровая на плане, ну кажется маленькая, но на самом деле здесь очень много места. Мне кажется, что эта комната даже больше моей спальни. Так, следующее помещение у нас получается. Ванная комната на втором этаже. Ванная комната с окном. И ванна будет стоять под окном, хоть меня все и пытались отговорить от этой идеи. В этой комнате, в ванной комнате, у нас будет два туалета, два унитаза, видите, встроены сейчас уже две инсталляции для того, чтобы мне с Левой не делить это пространство прекрасное, потому что сейчас иногда возникают сложности. Итак, большая будет черная ванная стоять под окном. Здесь будет столешница из натурального дерева, как у меня сейчас в московской квартире. Я очень люблю это. Огромное зеркало и прекрасная, красивая люстра. Так что можете уже сейчас визуализировать, как же это будет выглядеть. Дальше у нас с вами моя спальня. Это сейчас как выглядят лестницы на данный момент, пока она вот такая открытая. Дальше мы переходим в спальню на втором этаже. Тоже два больших окна. Одно будет с подоконником, с батареей, а другое вот такое в пол с выходом на балкон. Так, вот эскиз по спальне. Сейчас у меня продумано два варианта дизайна. Какой точно я воплачу до конца не знаю, но постеры у себя я красивый из Нидерландов уже привезла. Будут балки, будут качельки. Крюки уже заложены. Так что вот так вот примерно будет выглядеть образ. Это балконная дверь, которая дальше будет выходить на балкон. Сейчас внизу вы видите фундамент будущего гаража, на крыше которого как раз и будет располагаться балкончик. И последнее помещение второго этажа. Это гардеробная комната. Проход, соответственно, в нее идет через спальню. Также в ней будет окошко. Гардеробная как раз вид вот отсюда на дверку от окна. Два шкафа, два небольших по бокам от прохода для обуви. И вот такое вуаля. Дальше мы спускаемся вниз и посмотрим, что же у нас будет на первом этаже. Пока здесь вот такая временная лестница на кованом каркасе с временными ступеньками. И давайте начнем прямо с входа с улицы. Итак, улица. На улице сейчас заложили начало фундамента под гараж и под веранду. Вот такая вот большая веранда, на которой будет открытый бассейн. Небольшой, маленький, ну, средненький. Так что вот из гостиной, вот из этих дверей будет как раз выход на веранду. Здесь у нас будет стоять летний стол. Бассейн, который будет круглый год функционировать, будет примерно в серединке. И дальше будет идти вход в дом. Вот такой красивый, обрамленный по бокам окнами. Дверка, конечно же, потом будет другая, красивая, желтая. Здесь будет второй вход в гараж, в котором я бы поставила какую-нибудь бочку, знаете, чтобы там это, париться и выбегать в бассейн. Заходим в дом. Попадаем в прихожую. Так, открываем вам сразу эскиз прихожей на своем волшебном айпаде, на котором я тут рисовала. Сначала могу показать вам калаш по прихожей. Вот такой примерно будет образ двери, желтенький. Консолька с зеркалом будет стоять прямо напротив входной двери, то есть вот здесь. И гардероб будет стоять по фронтальной стене. Полы у нас будут вот такие шестигранники, как тут видно. Сейчас я открою калаш прихожей. Это один из моих любимых эскизов. Он у меня стоит с заставкой на телефоне. Я прям обожаю этот эскиз. Он такой классный вышел. Итак, вот эта стена у нас будет стоять. Небольшой такой полуторный икеевский гардероб. Гардероб, прекрасная консоль с зеркалом, замечательный светильник и наша прекрасная желтая дверь. Так что в будущем я вам обязательно покажу, что здесь получится. А пока переходим дальше. Дальше мы попадаем с вами в основное помещение. Это гостиная-кухня. Пока здесь открытая лестница. Дальше мы ее зашьем для того, чтобы была стена под ТВ. Будет немножко казаться меньше пространства. Но зато смотрите, сколько света, сколько огромных красивых окон здесь есть. Здесь целых четыре окна. Одно из которых будет под... Около раквины. Раквины, вернее, будет под окном. Вот будущий эскиз. Вернее, эскиз настоящий. Эскиз будущей кухни. Итак, вот здесь будет располагаться сама кухня. Справа будет холодильник. Тут идет вход в котельную комнату, который здесь также изображен. Около этого окна, прямо от него будет отходить рабочий... Ой, рабочий. Рабочий. Обеденный стол с стульчиками и светильниками по его оси, которые уже монтируют на потолке. На потолке у нас будут балки. Сам потолок будет рыжий. Сейчас как раз лежат доски, которые будут краситься, из которых будет делаться... Следующий эскиз я уже выкладывала к себе в ленту. Это эскиз гостиной зоны. На самом деле, в эскизе в основном сделан упор, конечно, на красивые светильники, в которых будет отражаться все. А так это будет вид вот туда, на лестницу. То есть угол здесь будет зашито. Там будет зона ТВ с... Так-так-так... С тумбой. Здесь у нас идет вот вход в котельную. Будет дверка раздвижная. На углу будет камин, который пока еще не заложили. Здесь у нас будет стоять диван. Диван уже куплен, лежит на временном своем месте пребывания. И кофейный столик. По оси вот этого окна, как я вам сказала, уже по эскизу кухни будет стоять обеденный стол. Так что вот такой вот вид прекрасный. Мы будем лицезреть через некоторое время. Так, выхожу из гостиной. Переходим дальше. Продолжаем наш рум-тур. И осталось нам два последних помещения на первом этаже. Это спальня бабушки. Спальня моей мамы. Это единственное жилое помещение на первом этаже, отделяющее как бы нашу зону, мою и Левочке второго этажа. И у мамы будет такая большущая королевская комната на первом этаже. Вот такая, с большим окном. По вот этой фронтальной стене у нее будет стена с обоями. Кровать широкая, с мягким красивым исколовьем капитане. И по правой стене будет трехметровый шкаф-гардероб. Рабочая зона будет на противоположной стороне. Здесь можно поставить письменный стол, телевизор, какую-нибудь зону отдыхов с креслом. Вот, выходим отсюда. И последнее, что у нас осталось, это санузел. Это такое темное пока что помещение. Стоит только пока инсталляция. Сейчас вам покажу проектик этой маленькой комнатки. Итак, вот эскиз санузла первого этажа. Это наша инсталляция будет. В углу будет такая стеклянная душевая. И вот в этом уголочке будет у нас стиральная машина и рукомойник. Вот и все, собственно говоря. Мы с вами прогулялись по всему дому. Вы увидели, в каком сейчас состоянии идет процесс ремонта. На самом деле, очень много времени отнимали предыдущие этапы. Я очень надеюсь, что сейчас все это дело пойдет быстрее. Сейчас нужно монтировать доски на потолок. На втором этаже шпаклюются стены. Как только сделаем стены, как раз так же туда смонтируем доски на потолок. Везде будут деревянные потолки. Так что я думаю, что очень скоро мы с вами увидим уже другую картину. Второй этаж будет готов быстрее всего. И можно будет постепенно наполнять его уже красивыми вещами. Покупать гардероб и перевозить свое шматье. Так что до новых встреч, новых эфиров. Если есть вопросы, задавайте. Для тех, кто еще не подписан на мой рабочий аккаунт Interior Sketch, где я также провела небольшой рум-тур и рассказала про эскизы курсу, так как я, рисуя эти все эскизы, которые я вам только что показала, я создала новый курс, в котором я все это прорисовала, где мы вместе с вами в этом курсе делаем коллажи и рисуем с нуля на айпаде весь этот дом, весь этот проект. Так что, кому интересно, переходите в мой аккаунт рабочий Interior Sketch, читайте об этом там, смотрите сторис там, заходите на сайт. Их, если хотите научиться рисовать, то я это сделаю на примере своего дома. Бомбический новый курс, который вышел буквально две недели назад. Еще не дорисовано последнее помещение, так что можете заскакивать. Сейчас самая низкая цена на этот курс, на 20 уроков, в которые я вложила весь свой опыт, всю свою энергетику. Плюс вы себе представляете, какое сочетание идет творчества и вот того, когда ты рисуешь дом своей мечты, и вместе получился бомбический продукт.